ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами в студии Виталий Волков. Итак, основные темы выпуска. Прикольно, потому что там звук как будто это по-настоящему. Фильм, фильм, фильм. Десногорцы оценили новый киноконцертный зал. Да это всё. Это непередаваемые ощущения. И смех, и слёзы, понимаете? Это трудно сказать. Герои Великой Отечественной войны обрели имена и наконец-то вернулись домой. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 80 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлении. Сводка криминальной обстановки в городе. Благодаря Николаю Владимировичу такой шикарный, я скажу, шикарный зал. Шикарная школа борьбы. Много детей, хорошие тренеры, хорошие воспитанники. Ну, радостно. На татаме мастера школы дзюдо в городе Атомщиков отметила своё 40-летие. Наконец-то свершилось. Скрасить свой досуг теперь можно и в кино. Ещё в начале года городские власти пообещали десногорцам создать современный кинотеатр. Работы по реконструкции начались лишь в октябре. Многие засомневались в возможности осуществить задуманное за столь короткий срок. Несмотря на всеобщий скепсис, долгожданное событие всё же состоялось. Наша съёмочная группа посетила церемонию открытия. Зрители и гости спешат занять свои места. Всем интересно посмотреть, каким теперь стал киноконцертный зал. Замечательный подарок десногорцам к Новому году сделали городские власти благодаря участию в конкурсе фонда кино. Проект поддержал концерн «Росэнергоатом» и лично глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Как и положено на открытии, в торжественной обстановке была перерезана красная ленточка. Эта честь выпала депутату Государственной думы Ольге Окуневой, заместителю губернатора Смоленской области Оксане Лобода, депутату областной думы Михаилу Лосенко, главе города Андрею Шубину и протеерею Виталию Сладкову. В своей приветственной речи все они отметили важность такого события, как появление в городе современного кинозала. Благодаря усилиям администрации города, благодаря концерну «Росатом» у нас замечательный такой сегодня будет праздник. И в дальнейшем десногорцы с удовольствием будут смотреть в замечательном зале, смотреть кино. Работы по реконструкции проводились в сжатые сроки, но все-таки городские власти выполнили свое обещание. Как им это удалось, мы спросили у главы муниципального образования. Это работа команды. Ведь мы очень тщательно подошли к выбору подрядчика. Там тоже были нюансы, но об этом же никто не знает. И определенные даже инженерные решения, они уже принимались по ходу выполнения здесь работ. Качество работы ценили все приглашенные гости. Ольга Окунева часто бывает в Десногорске и может с уверенностью сказать, что зал полностью преобразился. Видела, что месяц назад здесь было в этом зале и достаточно с хорошим качеством. Мы посмотрели уже площадку, кинозал, выполнены работы. Я думаю, что это благодаря контролю, благодаря взаимодействию с тем, кто осуществлял строительство, реконструкцию. И ведь в целом в порядок приведены иные помещения, что очень хорошо и, я думаю, будет приятно горожанам. Глава города тоже обещал обязательно посетить кинотеатр вместе с внуками в ближайшее время. Выберу время или в будний день, или в выходной день. Обязательно схожу, посмотрю. Потому что у меня первое впечатление, когда мы еще настраивались к оборудованию, смотрели промо-ролики, даже в формате 3D, очень здорово. Поэтому рекомендую всем посетить наш обновленный киноконцертный зал. Самый первый фильм, который смогут десногорцы посмотреть в нашем обновленном киноконцертном зале – это фильм о роботе-трансформере Бамблби. Зрители уже замерли в ожидании и ждут кинопоказа. Он начнется прямо сейчас. Комфортабельные кресла и новейшая акустическая система. Экран обладает великолепной яркостью как для формата 2, так и 3D. Все это позволяет устраивать показы фильмов высокого качества. Зрители уже оценили все эти современные модернизации. Все очень понравилось. Фильм очень интересный. Здорово, что сделали так, что показали бесплатно. И для нашего города это что-то новое. Прикольно, потому что там звук как будто это по-настоящему. Я просто этого не ожидала, что у нас хотя бы будет один кинотеатр в городе. Хотя он у нас очень маленький, и я вообще не ожидала такого. Во-первых, что открыли, нужно было это сделать давно. А второе, фильм хороший для молодежи. Ну, уже не для нас. Надеемся, что будем смотреть более такие фильмы для взрослых. А качество? Качество хорошее, да. Отлично. Все хорошо. Киноконцертный зал супер, кресла удобные, фильм замечательный и для взрослых, и для детей. И самое главное, сегодня мы одержали победу. Общественность города, жители города, которые голосовали за комфортную среду, получили комфортный кинозал. Уважаемые десногорцы, с праздником, администрации спасибо, атомной отрасли всей спасибо, ну и, конечно же, лично Алексею Евгеньевичу Лихачеву. Пока шел первый показ фильма в новом кинозале, у билетной кассы был нескончаемый поток новых зрителей. Десногорцы спешили приобрести билеты и лично убедиться в качестве звука и видео. А это значит, что киноконцертный зал уже пользуется популярностью. 24 сентября на поле памяти Кургана Славы перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны. Их подняли в результате экспедиции Десногорского поискового отряда «Высота». Один из них – это Мавли Денисламов, уроженец республики Башкортостан. Поисковики нашли его родственников, но, к сожалению, они не смогли забрать останки и присутствовать на мероприятии. Позже был обнаружен и опознан еще один герой войны из Башкирии – Александр Комлев. 15 декабря из Уфы прибыла делегация поисковиков, чтобы забрать земляка на родину. Одни из тех, кто не только на словах, но и на деле сохраняет память о солдатах, погибших за отчизну – это поисковики. Именно они поднимают из небытия воинов, находят их родственников и возвращают героев домой. Иногда это останки, а порой только личные вещи. К сожалению, родственники не всегда имеют возможность приехать. Так произошло с бойцом РККА Мавли Денисламовым. Его останки были обнаружены на территории Спасдеменского района 26 октября этого года. Перезахоронен на нашем поле памяти. Вместе с ним найдена медаль «За отвагу». А вот Александр Комлев, найденный 20 ноября в двух километрах от деревни Будо Росольского района, будет захоронен на малой родине. Останки бойца и личные вещи обоих героев решили передать на родину. Они оказались земляками. Оба из республики Башкортостан забрать останки Комлева и передать медаль Денисламова родственникам приехали поисковики отряда имени Георгия Константиновича Жукова. Большое спасибо поисковикам Десногорска. Очень большой вклад они делают в вашем городе, в патриотизм. Такой музей отличный здесь. То, что они делают эту работу, то, что они тратят, ну, они, конечно, мы все должны, всей страной должны тратить свое время и заниматься пропагандой про вот это всего, историю Второй мировой войны, так как забываться начинается это все. Мы не должны забыть этого. От администрации города поблагодарить поисковиков за неоценимый вклад в сохранение истории и памяти пришел заместитель главы города Александр Новиков. Благодаря вашему упорному, тяжелому, но благодарному труду мы имеем возможность принести частичку счастья в чей-то дом, потому что возвращаются их родные и близкие. Я хочу выразить вам свои искренние слова благодарности за ваш труд. Продолжайте его, он необходим. Личные вещи Комлева делегации передал заместитель командира поискового отряда «Высота» Николай Головкин. Он лично поднимал останки обоих героев. Для него, как и для любого бойца движения, найти родственников солдата – это самое ценное, что может быть в работе поисковика. Да это все. Это непередаваемые ощущения. И смех, и слезы, понимаете? Это трудно сказать. Во-первых, найденные родственники, а бывает, что и внуки живы еще, и правнуки, и все такое, они становятся родственниками самым настоящим образом. Медаль за отвагу Денисламова и альбомы со всей информацией о поиске обоих бойцов вручил начальник штаба поискового отряда «Высота» Игорь Журавлев. А затем память героев почтили минутой молчания. Останки Комлева Александра отправились домой в сельское поселение Ишимбай, Республика Башкортостан, чтобы, наконец, обрести вечный покой. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 80 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 67 административных правонарушений, в том числе 54 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. Спорт это неотъемлемая часть жизни общества. В нашем городе уделяется большое внимание его развитию. Баскетбольные площадки, спортивные залы и комплексы, разнообразные виды спорта и базы для занятий. Все это и не только позволяет горожанам всех возрастов вести активный здоровый образ жизни. Немалый вклад в этом направлении вносит детско-юношеская спортивная школа и ее секции. Одно из них в этом году исполнило 40 лет. В далеком 1978 году в поселок Десногорск из Республики Беларусь приехал Николай Владимирович Савинич. Именно с его появлением в городе на базе средней школы номер один в маленьком спортивном зале заработала секция под дзюдо. Тренерская работа Николая Владимировича привела его учеников к вершинам спортивных побед. За прошедшие годы стены зала покинула целая плеяда дзюдоистов. Среди них чемпион Европы, три мастера спорта международного класса и 15 мастеров. Многие бывшие воспитанники приехали на юбилей секции, которая дала им путевку в большой спорт. Выходных дней у нас не было. Мы тренировались 7 дней в неделю. Лыжи, футбол, бег. В 6 утра Николай Владимирович с нами бегал кросс ежедневно, вне зависимости от погоды. Приветствуя гостей и участников соревнования, глава города выразил спортсменам особую благодарность. Выражаю вам глубокую признательность за верность к любимому делу, за спортивные достижения, успехи, за пропаганду здорового образа жизни. Среди первых людей, которые помогали Николаю Савиничу в его работе, была его жена Галина Сергеевна. Знак уважения ученики школы подарили ей памятный подарок. Николай Владимирович был примером подражания для многих юношей и девушек. Частичка его души по сей день остается в сердцах его благодарных воспитанников и тех, кто с ним работал. Директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский также стоял у истоков становления дзюдо в Десногорске. Он тренировал детей и взрослых от Амграда вместе с Валерием Щемилевым. Благодаря Николаю Владимировичу такой шикарный, я скажу, шикарный зал, шикарная школа борьбы, много детей, хорошие тренеры, хорошие воспитанники. Ну, радостно. Усилиями городских властей проведена реконструкция спортивного зала. Теперь спортсмены могут тренироваться в максимально комфортных условиях. Можно гордиться, как сделали наш... Он стал светлым, стал большим. Теперь детям здесь заниматься комфортно, тепло. Это самое главное – безопасно. В соревновании приняли участие 170 юных дзюдоистов из Московской и Смоленской областей, а также из Республики Беларусь. Возрастная категория от 8 до 12 лет. Они продемонстрировали высокий уровень навыков владения боевым искусством. Лучшими стали Дмитрий Гуща, Даниил Малов, Артем Дмитриев и Александра Орлова. Победителям были вручены медали, кубки, грамоты и подарки с символикой праздника. По окончанию мероприятия состоялась фотосессия детей и тренеров. Виталий Волку, Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Городские службы нарядили елку. Жители и гости города приглашают полюбоваться новогодней красавицей. Стоит отметить, что с каждым годом городская елка становится еще красочнее и нарядней. А 20 декабря детская музыкальная школа приглашает всех желающих посетить отчетный концерт «Новогодний серпантин». Начало 18.00. А теперь коротко о погоде. 18 декабря в Десногорске будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Днем минус 13, ночью минус 11. Но сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistov.ru. С вами был Виталий Волков, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин